По состоянию на май 2024 года поступления от продажи нефти в бюджет России выросли почти на 50% по сравнению с 2023 годом. По данным Bloomberg, Москва адаптируется к международным санкциям. Согласно расчетам агентства, общие доходы от нефтегазовой отрасли увеличились на 39%, что составляет почти 8 миллиардов долларов. Однако адаптация к международным санкциям, по мнению российских властей, основывается на их прямом нарушении. Так, правительство Великобритании подозревает 37 компаний в соучастии в обходе российских нефтяных санкций, сообщает российская служба BBC. Руководитель антикоррупционной организации Global Witness отметил, что британское министерство финансов до сих пор не приняло мер против нарушителей санкций и призвал действовать более решительно. Если правительство Великобритании положит конец участию британских фирм в путинской спекуляции, то, я думаю, и другие последуют этому примеру. Луис Уилсон, руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness, в комментарии изданию BBC News, русская служба. Помимо компаний, помогающих России обходить санкции, Москва также использует подсанкционные танкеры. По данным Bloomberg, более двух десятков таких судов с апреля 2024 года вновь начали перевозить российскую нефть. По меньшей мере, 21 из 72 танкеров, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Казначейства Великобритании или Европейского Союза за последний год, загрузили в общей сложности 24 груза российской нефти с тех пор, как санкции были назначены в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году. Из публикации издания Bloomberg. Агентство пишет, что с апреля по июнь фиксировался всего один рейс в месяц, но после успешных доставок использования подсанкционных танкеров возросло. В июле было перевезено два груза, а в августе и сентябре по шесть. Кремль активно использует проливы Дании для своих маршрутов. По информации Bloomberg, суда Теневого флота России все чаще отказываются от услуг лоцманов, что значительно повышает риск нефтяного разлива у побережья страны. Глава МИД Дании Ларс Люкерасмусен заявил, что государство стремится остановить транспортировки подсанкционной российской нефтетеневым флотом через Балтийское море. Только за счет сокращения издержек, за счет использования черного флота еще доходы есть. Ну и по черному флоту решения уже вызрели. Я думаю, что проливы в Дании будут закрыты в 2025 году, и Россия потеряет. Это один из ключевых для нее каналов экспорта нефти. И действительно это приведет к тому, что Россия в 2025 году исчерпывает возможности финансировать войну. Для Москвы снижение цен на нефть стало настоящей проблемой, отмечают аналитики. Пессимистичные новости из Китая только усугубляют ситуацию. На брифинге о развитии экономики чиновники не обозначили масштабных стимулов, которых так ждал нефтяной рынок, сообщает Reuters. В результате стоимость марки Brent в Лондоне снизилась на полтора процента. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдуазиз бин Салман, предупредил партнеров по добыче нефти о том, что цена на нее может опуститься до 50 долларов за баррель, если некоторые нарушители не ограничат добычу. Для России это будет реально катастрофическая ситуация. Даже если не реализуется оптимистический сценарий по обрушению до уровня 50, даже 60 долларов, но речь идет о Brent, соответственно, для Уралса это будет примерно 55 долларов. Вот такая ситуация была бы уже катастрофической. Напомню, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, страны ЕС ввели эмбарго на морские поставки российской нефти страны Союза, а также установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ. Главная цель этих мер – снизить доходы Москвы, которые позволяют властям продолжать войну. Кремлю пришлось перенаправлять свои поставки в Азию, в результате чего Китай и Индия запрашивали огромные скидки, и Кремль продавал топливо по мизерным ценам. Никита Скобликов для телеканала Freedom.